Каким будет российский истребитель шестого поколения? В ближайшее время ВКС России начнут получать серийные истребители пятого поколения Су-57. При этом в нашей стране уже стартовали работы по созданию техники следующего шестого поколения, которым предстоит нести службу в отдаленном будущем. На протяжении нескольких последних лет шесть поколения изредка упоминается в заявлениях официальных лиц, а не многочисленная доступная информация такого рода приводит к появлению различных версий, слухов и спекуляций. Су-57 истребитель пятого поколения и возможный представитель шестого. Фото ОАГ. UACRESHA.RU Облик грядущего. На уровне общих разговоров тема шестого поколения российских истребителей обсуждалась достаточно давно, но только в 2016 году ее подняли на официальном уровне. Тогда вопрос дальнейшего развития авиационной техники прокомментировали руководители нескольких разных организаций. Благодаря этому стали известны некоторые взгляды наших специалистов на важнейший вопрос, в целом сохраняющий актуальности сейчас. Важнейшую информацию о техническом облике нового истребителя в 2016 году раскрыло руководство концерна радиоэлектронной технологии. На тот момент Крет уже занимался проработкой аппаратуры для такого самолета. Впоследствии свои взгляды раскрывали и другие организации. К примеру, на днях эту тему затронул Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Еще в 2016-м стало известно, что главным отличием 6-поколения станет так называемая опциональная пилотируемость. Самолет можно будет строить с кабиной летчика или без нее. Автоматика сможет брать на себя обязанности летчика, хотя некоторые решения по-прежнему останутся за человеком. Пилотируемые беспилотные истребители должны будут работать в составе стаи звена смешанного состава под управлением человека. Участники такой стаи будут выполнять разные действия, направленные на решение общей задачи. Беспилотники должны будут брать на себя наиболее опасную работу, снижая риски для летчиков. Опытный БПЛА-С-70 Охотник. Фотоминобороны РФ. Предлагается применение БРЭО, способного полноценно взаимодействовать с летчиком, учитывая его физические и психические возможности, должность и т.д. Таким образом, пилот не будет подвергаться излишним нагрузкам, а ситуационная осведомленность и состав стаи будут зависеть от его должности и поставленной задачи. Кред предлагает новую архитектуру БРЭО типа интегрированный борт. Она предусматривает использование набора радиоэлектронных блоков, каждый из которых способен выполнять несколько функций. Одно такое изделие может работать как РЛС, радиостанция и система РЭП или совмещательные функции. Наличие ряда многофункциональных блоков расширяет возможности РЭП-самолета, а также повышает его живучесть и боевую устойчивость. Упоминался ожидаемый рост летно-технических характеристик. Новая техника сможет приблизиться к гиперзвуковым скоростям и показывать улучшенную высотность. Не исключается возможность ограниченной работы в ближнем космосе. В частности, возможно появление серийных противоспутниковых ракетных комплексов воздушного базирования. В шести поколения особое внимание уделяется вооружениям. Истребители сохранят возможность применения нынешних бомб и ракет разных классов, но ожидается появление новых средств поражения с повышенными характеристиками. Также возможна разработка оружия на новых физических принципах. Прежде всего, прорабатываются вопросы лазерных вооружений. С-70 в полете. В фото Минобороны РФ. Предлагаются и обсуждаются различные меры по повышению живучести. Для этого необходимо совершенствовать стелс-технологии, разрабатывать новые образцы средств РЭП и т.д. Ожидаемые образцы. Текущее состояние работ по теме истребителей шесть поколений неизвестно. По всей видимости, российские предприятия продолжают исследования и поиск решений для дальнейшей разработки реальных образцов. Строительство и испытания опытной техники относят к средней перспективе, но определенные версии существуют уже сейчас. Еще в 2016 году главком ВКСВ Бондарев сделал крайне интересное заявление. Он указал, что в ходе будущей модернизации истребитель Су-57 может получить новые возможности и за счет этого сменить поколение. Эта машина отличается высоким модернизационным потенциалом, что будет использовано в будущем с положительными результатами. В зарубежных профильных изданиях определенной популярностью пользуется версия, согласно которой будущий истребитель шестого поколения создается в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» ПАК-ДП. Ее целью является создание истребителя-перехватчика для замены МиГ-31, отличающегося более высокими характеристиками. Американский истребитель шесть поколения версии USAFARL ПАК-ДП, также известен неофициальный индекс МиГ-41, должен показывать высокую скорость полета, необходимую для быстрого выхода на рубеж пуска ракет. Ему требуется совершенная брея с развитыми средствами обнаружения и особое ракетное вооружение, возможно с увеличенной дальностью стрельбы. Завершение программы ПАК-ДП относит к середине 20-х годов. Точные характеристики ПАК-ДП и технический облик такой машины остаются неизвестными. Тем не менее, оглашенные общие сведения о проекте позволяют отнести его, как минимум, к современному пять поколению. При этом остается простор для спекуляций в направлении следующего шестого поколения. Подтвердить или опровергнуть такую версию пока не удастся ввиду дефицита информации. В контексте шесть поколения истребителей также можно рассмотреть перспективный БПЛАС-70 «Охотник», сейчас проходящий летные испытания. Эта машина отличается малозаметностью, оснащена разбитым БРЭА и способна нести различное вооружение. Некоторые особенности охотника заставляют вспомнить прошлые заявления о требованиях к истребителям нового поколения. Можно предположить, что беспилотник С-70 является либо очередным шагом на пути к шести поколению, либо первым его представителем. Он может оказаться беспилотным участником будущей стаи. Выставочный макет европейского истребителя Пока нельзя с уверенностью говорить, к какому поколению будут относиться новые образцы. Су-57 после обновления может перейти из пятого в шестое, тоже касается и перспективного ПАК-ДП. Статус и перспективы проекта С-70 «Охотник» тоже являются тайной. Пока ясно лишь то, что работы по перспективной авиационной технике продолжаются, и в будущем в нашей стране действительно могут появиться истребители шесть поколения. Вероятный противник Необходимо отметить, что работы по истребителям шестого поколения ведутся не только в нашей стране. Другие развитые государства тоже прорабатывают будущее своей авиации, и результаты таких работ ожидаются в течение нескольких следующих лет. При этом некоторые перспективные самолеты уже демонстрируются в виде макетов. В США на ранних стадиях находятся проекты FX, NGAD для ВВС и FA-20 для ВМС. Их задачей является создание техники, отвечающей общим требованиям к шести поколению. ВВС и ВМС хотят получить пилотируемые беспилотные самолеты с повышенными характеристиками и новыми боевыми возможностями. Серийное производство планируется запустить в конце 20-х годов. Сразу два проекта создаются в Европе. Франция, Германия и Испания работают над проектом FGES Future Combat Air System. Показанный макет такой машины отличается характерными малозаметными обводами. Заявлены особые возможности, обеспечиваемые будущим Бреу. Служба FGES начнется во второй половине 30-х. Британа-Итальяно-шведский Tempest в представлении художника из B-Systems. В тот же период на вооружение может поступить истребитель Tempest международной разработки. Его делают несколько компаний Великобритании, Италии и Швеции, объединившиеся в консорциум Team Tempest. Уже демонстрируется макет такого истребителя, но ожидаемые характеристики и возможности в основном не уточнялись. Задел на будущее. Как в нашей стране, так и за рубежом уже начатой работы по теме истребителей будущего поколения. На данный момент все подобные проекты находятся на стадии теоретической проработки и поиска основных решений. Строительство и испытания реальных образцов относят к отдаленному будущему. Производство и эксплуатация начнутся еще позже не ранее середины 30-х годов. Такая техника сможет оставаться в строе едва ли не до последних десятилетий текущего века. Задел для таких результатов в будущем создается прямо сейчас. Ведущие страны пока занимаются теоретическими изысканиями и показывают лишь макеты. Всего через несколько лет нас ждут более интересные новинки в виде реальных образцов. Какая страна быстрее справится с задачей, и какой самолет будет лучше других покажет время. Из последних новостей следует, что наша страна может оказаться лидером целого направления.